Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи начали отмечать юбилей Краснодарского края. К этой дате приурочили открытие нового сквера на Макаренко. Дом культуры на КСМ наконец откроет свои двери для юных сочинцев. Там завершается ремонт. Уже через неделю здесь начнутся занятия. Причина пробок в центре – неправильно припаркованные машины. Мэр и начальник ДПС проинспектировали наиболее загруженные улицы. Школьники Сочи заступили на почетную вахту памяти. Караульную службу будут нести ученики 39 школ курорта. Эффективным фермерским хозяйством помогут деньгами. О мерах господдержки накануне рассказали на встрече главы региона с аграриями. Совещание Вениамин Кондратьев провел в Тимошевском районе. Субсидии выделят тем, кто выберет приоритетные направления развития сельского хозяйства в крае. Все подробности у наших краснодарских коллег. Работа без выходных и праздников. Эти молодые бычки требуют чуть ли не круглосуточного контроля. Ими едва исполнилось 4 месяца. Внимание нужно уделить каждому. А их в хозяйстве у Руслана Хабаху 750. Животноводство никуда не отлучится. Никаких выходных, никаких погодных условий, никто никаких дел не играет. Потому что животное надо чистить, животное надо два раза кормить, поить. Это очень ответственно за животное и ухаживать. Заниматься животноводством фермер начал еще в 2005-м. А разводить крупный рогатый скот стал лишь несколько лет назад. Сегодня это не самый популярный вид бизнеса у кубанских крестьян. Чтобы животное выросло, придется ждать. А чистая прибыль с одного быка составляет не больше 3,5 тысяч рублей. Желание зарабатывать сверхприбыли на пшенице и овощах привело к тому, что в крае наблюдается перекос в сторону растеневодства. Глава региона, который посетил сегодня ферму, убежден, ситуацию нужно выравнивать. Как говорится, из песни слов не выкинешь, так и вот крупный рогатый скот из сельского хозяйства. Это грандиозная ошибка, что мы сегодня пытаемся его как-то убрать из этого цикла, из этого оборота. Что само по себе оно неправильно и для жизни, и для экономики села. Для вас они составляют экономику в целом? Я очень глубоко убежден, что земля без животноводства сирота. И животноводство, да, больших денег в мясном скотоводстве нету, но очень необходим. И все равно на рентабельно. Фермеры, которые начнут заниматься крупным рогатым скотом, смогут получить до 3 миллионов рублей. Меры господдержки озвучивают уже на встрече с аграриями. Это долгосрочные инвестиции, но они принесут куда больше выгоды, считает Вениамин Кондратьев. И в первую очередь в сохранении плодородия кубанских земель. Не менее приоритетное направление в развитии сельского хозяйства – закладка садов. Фермерам предлагают компенсировать 90% затрат. Медицинская норма – яблок, то есть фруктов и ягод, 100 килограмм на одного жителя. В России 150 миллионов, 15 миллионов тонн необходимых. Сельхозорганизациями Российской Федерации выращивается 900 тысяч всего. Поэтому в этом направлении важно. И в следующем году меры государственной поддержки будут увеличены. Просто сказать, возьмите, занимайтесь садами – это просто будут слова. Моя сферка нам программа – создать малый сад. И по 3 гектара кто начинает делать стартап, то есть фермеры, чтобы они поверили в сад, поверили, сколько он приносит прибыли и что это такое вообще сад. Вот 3 гектара всем субсидировать. Минсельхоз Вениамин Кондратев поручил разработать региональную программу, по которой фермеры смогут получать субсидии именно на закладку небольших садов. Тем временем рентабельность подсчитали уже и сами аграрии. Выращивать яблоки оказалось даже прибыльнее, чем пшеницу. С земли больше не становится. А выгоднее использовать свои ресурсы, в том числе и земельные, можно при помощи садоводства. Вот я сегодня приводил цифры. Прибыль с гектара Кавасова составляет 17 тысяч, а с гектара сада 300 тысяч за последние 4 года. Свободной земли в крае сегодня действительно не так уж и много. Об этом говорят и краевые власти. А значит, просто нельзя допустить, чтобы в регионе гектары простаивали заброшенными, требует губернатор. В то время как многим фермерам просто негде пасти коров или дальше развивать свое хозяйство. Система должна максимально работать так, чтобы земля явно была в обороте. Нигде не будь и для кого-нибудь. Если она будет максимально в обороте, и не будет ничего свободного, и прозрачно, и правильно, и не будет возмущения у людей, потому что все будут видеть, что все прозрачно. Земельные вопросы на сегодняшней встрече казалось единственное, что тревожит аграриев после субсидий. Но ни о каких несправедливых распределениях или спорах уже не звучит. Все больше говорят о достигнутых результатах. Сегодня фермеры обрабатывают больше миллиона гектаров земли. За ними треть зерна и молока, и больше 90% картофеля. Это реальные достижения агрария, в которые готовы работать, а не участвовать в политических играх. «Хозяин ищет способ, чтобы достичь результата. А вот не хозяин ищет причину. И когда на земле есть хозяин, не мне и не нам повезло, земле повезло. Фермерство – это подушка агропромышленной безопасности нашего края. Потому что сегодня полки от импорта освобождаются. В том числе и продовольственные, и продуктовые. И сможете ли вы их занять своей продукцией, целиком зависит от вас. Важно, чтобы вы смогли реализовать и реализоваться в сегодняшнем дне. Поэтому здесь нельзя мешкать, здесь нельзя растеряться. Здесь нужно быть агрессивнее, быстрее вырываться и занимать эти полки». Способ сбыть свою продукцию многие фермеры уже нашли. Аграрии пошли по пути объединения в кооперативы. Собственные цеха по переработке и реализации продуктов в магазинах торговых сетей – это то, что удалось достичь всего за 4-5 лет. «Мы построили молзавод, поставили комбикорм и молзавод. Людей привлекли. То есть все начиналось с нуля, с чистого поля. С землей проблемы решали свои. То есть очень много. Представляете, с нуля достичь вот такого уровня, что продукцию продают в супермаркетах среднего класса». Без участия в кооперативе полноценно интегрироваться в рынок сегодня довольно сложно. Для сельхозобъединений краевые власти тоже предусмотрели гранты. На эти цели выделили около 300 миллионов рублей. Но, как напоминает глава региона, главным условием любой господдержки остается эффективность фермерских хозяйств. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Тимошевский район. В Сочи с размахом начали отмечать юбилей края. Сегодня жители города и в первую очередь микрорайона Макаренко приняли участие в торжественном открытии муниципального природно-ландшафтного парка, который был построен в честь 80-летия Краснодарского края. Слово Елене Овсецыной. Гостей встречали здесь хлебом с солью. Везде звучали казачьи и русские народные песни и детские голоса. В первую очередь для подрастающего поколения в Сочи по инициативе главы города решили создать новую парковую зону. В микрорайоне Макаренко она была крайне необходима. В середине апреля здесь заложили первый камень, а уже в начале сентября парк открыли. По сути, в рекордно короткие сроки благоустроили территорию в 15 гектаров. Участвовал весь город для того, чтобы сделать подарок жителям микрорайона Макаренко. Рядом 44-я гимназия. Всем детям разрешили сегодня в учебное время прогуляться по дорожкам нового парка. Свои тренажеры здесь их так много, что хватит всем. Мне нравится парк, что его открыли. Мы можем с ребятами сюда приходить на тренажеры. Я пришла в парк, он очень красивый. Здесь много дорожек, буду каждый день ходить с мамой и папой. Глава города тоже обошел весь парк. Владиславу из 15 гимназии Анатолий Пахомов так и говорит. Столько вложено труда в парк, о котором мечтало несколько поколений. Теперь только берегите. Школьник пообещал организовывать трудовые учебные бригады и следить за чистотой парка. Договорились. Как тебя зовут? Владислав. Владислав. Я на тебя очень сильно надеюсь. Хорошо, спасибо. Из-за сложного рельефа парк был определен как природно-ландшафтный. Теперь у жителей есть свой теренкур – тропа здоровья. И попасть на нее можно сразу с трех входов. С улицы Вишневой, с Макаленко и даже с Пластунской. Теренкуры – это замечательная вещь, потому что особенно для людей моего возраста и выше – это просто здоровье. Надо гулять, дышать этим воздухом, наслаждаться всем, быть радостным. Все мы для этого делаем. Жители микрорайона действительно сегодня впечатлились увиденным, иные не верили своим глазам. А теперь не только придется поверить, но и продумывать, как в дальнейшем обустраивать зоны отдыха и какие проводить мероприятия. Территория большая, есть где разгуляться. Любые инициативы сочинцев будут рассматриваться. Занятия спортом, прогулки на светлом воздухе. У меня трое внуков, вот мало-мало меньше. Одна школьница, третий вот собирается идти в школу. И здесь мы будем гулять, потому что здесь удобно, конечно. Праздник, большой праздник. Да, любое. Тут такое детская площадка, где есть погулять, где есть ребенка. Конечно, рады, да. Спасибо городу за такой подарок, очень приятно. Будем беречь то, что создано городом, и стараться поддерживать чистоту этого парка и учить наших детей. В парке, открытом в честь 80-летия Краснодарского края, растут многолетние деревья и кустарники. Есть и краснокнижные растения. Поэтому зеленая зона станет для школьников еще и учебной площадкой для занимательных уроков окружающего мира и биологии. Гелена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Последние штрихи перед открытием. Администрация города дала вторую жизнь Дому культуры на КСМ, построенному еще в советское время. Уже на следующей неделе здесь стартуют занятия по различным творческим направлениям. А сегодня культурный центр посетили мэр курорта и жители микрорайона, расскажет Татьяна Говоркова. Расписанные стены, разбитые окна и замок на двери. Так выглядело здание Дома культуры еще в ноябре прошлого года. Смотреть на это без слез в первую очередь не мог его основатель. Ветеран войны и в прошлом общественный культурный деятель Николай Михайлович Корнаухов вспоминает, сколько сил он вложил в свое детище, чего стоила перестройка, и как теперь он рад новой и улучшенной жизни Дома культуры. Я сейчас очень счастлив. И думаю, что здесь будут оркестры создаваться, что здесь будет многонационная самодеятельность, как у меня была. Будет приглашать грузинскую нацию, армянскую, как я приглашал. Капитальный ремонт здания начался в марте этого года. Меньше полугода потребовалось строителям, чтобы полностью изменить не только облик, но и внутреннюю составляющую Дома культуры. Вопрос восстановления этого объекта был непростым и для властей. Главе города пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть объект на баланс муниципалитета. Плюс финансовая составляющая. Такие объекты, как Дом культуры, очень нужны. И поэтому мы уже потратили 31 миллион рублей. Спасибо губернатору Краснодарского края. Он поддержал нас и еще поддержит. И мы надеемся, что еще 10 миллионов рублей нам удастся найти в бюджетах двух уровней, для того, чтобы здесь за месяц поставить хорошее оборудование. Помочь центру готовы и народные избранники. Депутатский корпус на ближайшей сессии рассмотрит вопрос о выделении средств на приобретение хорошего оборудования. В целом, развитие отрасли культуры – один из главных приоритетов властей города. Последние два года, которые Анатолий Николаевич определил, приоритеты. И поэтому у нас активно ремонтируются дома культуры. И сельские дома культуры. У нас за тот и прошлый год, за этот год, более 20 домов культуры, в том числе сельских домов культуры отремонтированы. И доказательство того, что сейчас и культура в приоритете – вот сегодняшнее событие, которое мы видим, как отремонтирован этот дом культуры. Осматривая новый культурный центр, глава города зашел в каждый кабинет. Пока секции пустуют, им придают финальный лоск. Скоро начнут устанавливать оборудование и мебель. Анатолий Пахомов предлагает руководителям центра прибегать к советам старшего поколения. Советникам на оплачиваемой должности подсказывают. Занятия в центре начнутся на следующей неделе. Жители микрорайона считают обновлённый дом культуры настоящим подарком и отличной возможностью проводить досуг с пользой. Это чудесный подарок, потому что нам, жителям КСМ, хотелось бы собираться всем вместе. Какие-то праздники, кинотеатр, может быть, будет. Поблагодарить администрацию города Сочи за такой чудесный подарок. Кстати, за последнее время микрорайон КСМ кардинально обновился. Здесь отремонтированы дороги, построены набережная, благоустроены улицы и остановки. А теперь для юных жителей КСМ и взрослого населения появилось место досуга. Бывшее здание культуры площадью 1500 квадратных метров теперь стало центром национальных культур и местом притяжения творческих людей. Театральные и дизайнерские студии, художественные кружки, пение, танцы и другие направления. Своё мастерство воспитанники центра покажут 17 ноября, в канун Дня города. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Причина опробок в центре Сочи – неправильно припаркованные автомобили. В этом убедился новый начальник полка ДПС после обхода деловой части курорта по приглашению главы города Анатолия Пахомова. Итоги обхода в нашем следующем материале. Не пройти, не проехать. На улице Рос плотный ряд машин по обеим сторонам дороги. А другие транспортные средства припаркованы прямо на тротуаре. А это уже улица Паярка. Водитель поставил свой грузовик под знак, запрещающий стоянку, и уснул. Потревожил сон мужчины, мэр Сочи Анатолий Пахомов. Он встал и спит даже. Видели, заснул. А окончательно водитель пришёл в себя, когда полицейские уже выписывали протокол со штрафом за нарушение ПДД. То же самое грозит и водителям, которые игнорируют правила ночной разгрузки товаров. И тем самым блокируют движение на и без того узких улицах. Только в ночное время разгрузка идёт. Это ж принятый порядок. Мы как грузчики. Нет, я понимаю, что вы грузчики. А где водитель? Сейчас можно подойти. Вот такого не было тоже. Боялись же ведь этого страшное дело. Наказывали потом. Наказывали. Ответить придётся и этому мужчине на улице Воровского, который поставил машину вторым рядом. Оправдание стандартное. Вы кого получали? Или вам их подарили? Ситуация. Нет, нет, нет. Подождите. И таких только грубых нарушений на центральных улицах города можно насчитать с десяток. Паркуюсь где хочу. Похоже, по такому принципу снова стали жить автолюбители. А ведь ещё совсем недавно, когда эвакуаторы забирали абсолютно всех нарушителей, водители, казалось, выучили правила дорожного движения. Сегодня, когда система эвакуации стала более лояльной, они их снова забыли. Бросить своё авто там, где хочется, уже никто не боится. Они знают, что их ставить нельзя, но они такие неуважительные по отношению к другим людям, потому что те, которые проезжают, они в пробках стоят. Как показала практика, сознательность автолюбителей улетучивается, если нет угрозы наказания. Одним словом, отмечает Анатолий Пахомов, власти учли пожелания водителей и в итоге получили забитый машинами центр, где проехать зачастую не могут не только частные машины, но и спецтранспорт, скорая, пожарная и уборочная техника. В первую очередь, таким положением дел недовольны сами жители. Хаос на дорогах из-за отсутствия должного контроля со стороны ДПС просто возмущает их. ДПС города должно следить за выполнением правил дорожного движения. Это первое. И второе. Каждый водитель, который поставит машину незаконно, должен знать, что наказание придёт незамедлительно. Машина будет ваша либо эвакуирована, либо подойдёт сотрудник полиции, который оштрафует. Анатолий Пахомов призывает нового начальника ДПС Сергея Бискова работать активнее. Похоже, придётся значительно усилить работу эвакуаторов. Ведь, как показывает практика, по-другому многие водители просто не понимают. Все хотят ставить авто максимально близко к офису или, например, магазину, линясь пройти пешком от парковки лишние 100 метров. Или, скажем, доехать от стоянки до нужного места на общественном транспорте. Ну а парковки в центре Сочи не сказать, чтобы заполнены под завязку. Места есть всегда. Решить проблему, считает Анатолий Пахомов, может только комплекс мер. Это усиленная работа полка ДПС, грамотная эвакуация, ну а самое главное – сознательность водителей. Ведь от каждого из них зависит ситуация на дорогах курорта. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ВКТ. В центральном районе города задержано два риэлтора, которые расклеивали от руки написанные объявления, где придётся. Использовали при этом и придомовые территории. Сотрудники полиции доставили нарушителей в районную администрацию. Расклещикам объяснили, что есть только одно законное место для объявлений. Это специальные рекламные щиты. Кстати, на них есть телефоны, по которым можно обратиться для размещения своего объявления. Услуга эта платная, но цена символическая – примерно рубль два в неделю за одну листовку. Всё остальное является нарушением, уж тем более не украшением города-курорта. В городе любая попытка приклеить на столбе или на окне квартиры информацию о купле-продаже будет пресекаться. Более того, к нарушителям краевого закона будет применяться административное наказание. Были составлены заявления на данных сотрудников этой риэлторской фирмы на предмет того, чтобы привлечь к административной ответственности по 608-му краевому закону. Данная статья предусматривает административное нарушение в зависимости от выявления, в какой стадии лица находятся. Должностные лица, либо они просто нанятые работники. Одним словом, штраф за расклейку объявлений на подъездах и столбах приведет не к удачной сделке, а к штрафу от 1000 рублей. Сегодня последний день предвыборной агитации. Завтра день тишины. В Сочи уже всё готово к выборам депутатов законодательного собрания Краснодарского края, которые состоятся уже в это воскресенье. 10 сентября в свои двери в Сочи откроют 222 избирательных участка. Они полностью готовы принять все 342 тысячи избирателей. В воскресенье участки начнут свою работу в 8 утра и закроются ровно через 12 часов. Кстати, все они оборудованы должным образом. Где-то установлены автоматические комплексы обработки бюллетеней, на других применяется технология изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом. На 10 участках свободно могут проголосовать инвалиды. К работе там привлечены волонтеры. По новым правилам включения в списки избирателей и голосования по месту фактического нахождения на территории города Сочи воспользовались около 5000 избирателей. На территории города Сочи также образовано 4 избирательных участка для предоставления возможности голосовать избирателям, не имеющим места регистрации на территории Российской Федерации. По одному избирательному участку в каждом из районов города Сочи. На участках Сочи будет работать 887 наблюдателей, которые будут четко следить за ходом голосования. Ну и по традиции творческие коллективы города подготовили свою культурную программу и будут выступать до самого вечера. Сегодня последний день агитации, завтра день тишины. Воспитание детей, семья и школа неразделимые. Мои философские истины затронули накануне на общешкольном родительском собрании в 8-й гимназии, участие в котором принял глава Сочи. Особое внимание уделили статусу учителя и уважительному отношению к педагогам. Этот вопрос назревал давно. В последнее время дети зачастую обсуждают учителей, но не их профессиональные качества, не то, что услышали на уроке, а сугубо личностные качества педагогов, что в итоге может сказаться на уровне знаний самих же школьников. И именно родители внутри семьи могут нацелить своих детей на правильные ценности или наоборот. К сожалению, 8-я школа уже в этом году дотронулась, притронулась к этой теме не один раз. Поэтому вопрос был поднят совершенно адекватно. И хорошо, что мы это все обсудили. Но я считаю, что родителям нужно прислушиваться. Но это правда, действительно, да. У нас есть такое, обсудить за кулуарами учителей, особенно вопрос денег. Роль родителей в образовании детей – одна из важнейших, напомнил глава города. Именно внутри семьи мамы и папы могут повлиять на детей, мотивировать их к обучению или, напротив, отвратить от школы и настроить против педагогов. Наверное, и директор школы, и учителя должны сделать вывод. Но, повторяю еще раз, ни в коем случае нельзя это обсуждать с детьми. При всем том, что бы мы ни говорили, о гласности, об открытости, если мы хотим, чтобы наши дети были такие же, как мы, давайте вспомним, как мы любили, уважали, ценили своих учителей. Город, в свою очередь, стремится максимально повысить качество образования и материальные базы учреждений. За последние годы в Сочи построено пять новых и отремонтировано 36 старых школ. Еще три в процессе возведения. Возводятся пристройки к школе номер 100 в Адлерском районе и школа в поселке Совет Кваджи Лазаревского района. Увеличивается количество мест и в детских садах. С 2010 года построено 19 отдельных детских садов и пристроек к существующим. Общешкольные собрания по вопросу взаимодействия педагогов и родителей пройдут во всех общеобразовательных учреждениях курорта. Еще одним вопросом стала безопасность. Теперь на входе на территорию школы установили оборудование, которое будет информировать родителей, во сколько их ребенок зашел на территорию школы и во сколько вышел. Сообщения об этом будут приходить им на телефон. Школьники Сочи заступили на почетную вахту памяти. Караульную службу будут нести ученики 39 школ курорта. Сегодня на пост номер один на завокзальном мемориальном комплексе заступили курсанты военно-патриотического клуба ВДВ «Патриоты России». Перед заступлением на пост ребята дали торжественную клятву. Заступая в почетный караул на пост номер один у Вечного огня, торжественно обещаю до конца своих дней быть достойны памяти тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины в Великую Отечественную войну. Клянусь! Клянусь! Почетную вахту также будут нести у значимых объектов военной истории курорта. У мемориала Хостинцам, погибшим в годы войны, у памятника Адлерцам, погибшим в годы Великой Отечественной, у мемориального комплекса в честь 65-летия победы в Адлерском районе, а также у горки героев в Лазаревском. Эта акция направлена на укрепление памяти о славных победах российских войск, определивших историю страны. Нести вахту памяти – это в первую очередь возможность выразить благодарность предкам за то, что мы живем в мирное время. Ну и на этом наш выпуск подходит к концу. Я напоминаю, что все новости вы уже можете найти на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. До встречи в эфире.